Гонка длиною в 5 и более часов. 72 команды, 275 гонщиков из 14 стран и в общей сложности 400 участников. Фу. Здрасте всем, и эта видюшка выходит в преддверии заключительного тренировочного этапа международных соревнований Дэймар Ралли. Итак, давайте каратенечко о самой гонке. Есть несколько дивизионов, где соревноваются гонщики. Те, кто на ховербайках. Это Нокс и Драгонфлай. И те, кто на багги и роверах. Это Циклоны и Урсы. Эта паралли проходит на спутнике Крусейдера Дэймаре. Протяженность трассы равна 360 километров. Вот как выглядит трасса на картинке. Итак, старт происходит на станции Шубин. Первый этап самый короткий. Длится всего 38 километров. Циклоны это расстояние проезжают в среднем за час. Ховербайки чуть меньше 30 минут. Что самое интересное, по новым правилам, спустя лишь всего несколько минут с начала старта, гонщики вправе открывать огонь не только по своим конкурентам, но и по кораблям поддержки. И да, давайте о самом главном. Как таковой навигации в Star Citizen до сих пор нет. Ей бы поспособствовала планетарная сетка координат. Да, и ехать все 360 километров без проблем с техникой, ну просто невозможно. Тут главным помощниками становятся ваши корабли поддержки. Так называемые тиммейты. Эти ребята прокладывают вам курс, задавая оптимальный маршрут в объезд каньонов и большого скопления камней. А также везут с собой запасную технику, которой вы можете воспользоваться в любой момент. По правилам выбор саппорта тоже ограничен. Это могут быть корабли Constellation, Starfarer, Caterpillar, Valkyrie и не только. Учтите, что вам предстоит преодолеть 3,5 сотни километров по пустынной планете, ежеминутно объезжая десятки опасных камней днем и ночью. И да, останавливаться тут не стоит. Затем по трассе нас ждет еще несколько чекпоинтов в виде кораблей, где гонщикам придется отметиться и продолжить маршрут. И тут самое главное орать как можно громче. Так как в патче 3.8 из-за десинхронизации иногда просто невозможно увидеть друг друга, а отметиться как-то надо. Финишем станет Shelter Wolf Point. Уже к этому моменту 400 участников останется малая часть, которая выжила в списках и багах Деймара. Кстати о багах. Если вас выкинуло из игры, у вас есть ровно 3 минуты, чтобы вернуться в кресло пилота, иначе вас дисквалифицируют. Однако новые правила нам говорят, что за вас гонку может продолжить ваш саппорт. Однако кому тогда прокладывать путь? Большой вопрос. Это касается кстати такой части, как постоянные ошибки 30к, то есть полный краш сервера. В таком случае организаторам придется попотеть над тем, как справедливо продолжить или перенести гонку. Суммарно придется гнать около 5 часов на тачках или около 3 на ховерах. Однако самое главное, это глупо не умереть. Что касается команд, они в основном американские. Их более 10. Чуть меньше участников из стран Центральной и Западной Европы, из России всего 2, которые представляют самую крупную на сегодняшний день корпорацию в РУ-сегменте. А чуть не забыл-то, самое главное. За что идет борьба? Все как обычно, за деньги. Деньги в виде корабликов и сувениров от организаторов. Так за первое место команда получает корабль Геркулес, статуэтку победителя, а также специальный жакет. Серебряные призеры удостаиваются фрилансером Макс и футболками. За третье место положен гоночный Рейнджер и также 2 футболки. Последний этап начнется 18 января и, конечно же, мы попробуем запустить стрим. Так как я сибирский человек, у нас гонка пройдет ровно в 5 утра. Главная же гонка состоится 25 января поздно вечером по Москве или рано утром 26 января по Среднесибирскому. Так что ждем вашей поддержки как в комментах, так и на стриме, который продлится несколько часов. Всем удачи! Надеюсь, было интересно. Обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить ничего важного. Поставь палец вверх или вниз. Любое мнение важно. Ну и если ты хочешь купить игру, обязательно регайся по ссылке, которая находится в описании. Вступай в корпорацию и обязательно присоединяйся к нам в Дискорд.